олег алексеевич я хотела у вас еще на ваши отношения чуком спросить совсем недавно по всему крыму и взлетелась новость о севастопольском дельфинарии и о том что директа этого дельфинария выпустил четырех афалин в море я хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу но по сути я слышал краем уха об этой истории не удивлен этой истории потому что но вы прекрасно дорогие друзья знаете на моем примере что да извините у нас эмоцион щуком вот и я должен ему чесать подбородок но одновременно буду отвечать на этот вопрос так вот наши бюрократы наши проверяющие чиновники томси и лицензиаты которые делают лицензирование по новым законам могут довести кого угодно и до каких угодно мер вплоть до самоубийства понимаете вот поэтому то что то что так поступил человек и его стали осуждать этого руководителя да вот впервые но ведь вы всегда друзья добиваетесь что звери должны жить в природе да и я считаю что это наиболее гуманный и действительно уникальный случай когда животных выпустили бы в среду обитания и у них есть все шансы там восстановиться и собственно говоря да да вот так вот жить мы не можем тигров выпустить поскольку они ручные мы не можем выпустить медведей поскольку они тоже приручены к человеку но афалин они очень быстро могут научиться добывать себе пищу тем более не надо забывать что афалины очень высокие то интеллектуальные животные и соплеменники и могут помогать добывать пищу на первых шагах поэтому я считаю что данный человек который выпустил несколько сотен тысяч долларов да а мы сегодня знаем прекрасно что афалины очень ценятся на рынке как коммерческие животные и очень много дельфинариев ищут и хотели бы их купить тем более они наверняка были с документами вот и с чипами и каждое такое животное стоит ну несколько сотен тысяч долларов 200-300 тысяч долларов стоит каждая афалина поэтому этот человек гуманист к нему относятся сегодня так как будто он их там замучил или съел или разрубил там или заставил умирать голодной смертью человек принял решение хозяин собственник их выпустить их в море собственно в ту же среду откуда их когда-то взяли ну вот и афалины живут в черном море живут стаями если это был тот вид животных которые не обитают в черном море и повышенная соленость воды скажем им не подходила ну тогда да это верная смерть поскольку интродукция таких животных в черном море невозможно афалины прекрасно живут а тот момент что афалины долгое время находились в бассейне и там фильтрованная вода значит в море слушайте это очень быстро привыкается пройдет и ничего смертельного для дельфинов для афалин в этом я как раз не вижу как и в пропитании этих хищников поэтому не знаю чем закончится это дело возможно афалины благодаря своей лояльности к человеку где-то покажутся на пляже и сразу начнут их тут какие-то спасители хватать сетями ловить передавать в очередные приюты заботиться о них вот только из-за того что они проявили лояльность и подошли к человеку из ну хороших побуждений и былой памяти вот я это не поддерживаю я считаю что нужно было их просто подкормить в море вот дать рыбки вот если их увидят их увидят вот и помочь им интегрироваться в те стаи афалин которые безусловно их со временем примут и порадоваться за этих животных но не прошел человек наверное или лицензирование или устал или его там задолбали эти как их там зеленые или какие они там эти самые граждане которые там все время говорят что дельфинам плохо в дельфинариях и так далее что-то у него произошло еще раз обращаю внимание все кто слышит этот наш ролик что человек не продал не уничтожил так сказать поэтому он не заслуживает вашего негодования человек как раз делал то о чем просят большинство зоозащитников что все касатки дельфина должны жить только в море и так далее и тому подобное вот поэтому может он их к этому готовил может он их кормил не мороженой рыбой до опускал рыбу в бассейн какое-то время и увидел что они значит прекрасный и и уже самостоятельно ловят вот я к сожалению интервью этого человека не видел не знаю только слышу что все все буквально но вот новость номер один вот дельфины в море какой ужас как это могло произойти вот красная книга да еще да порадуйтесь за этих дельфинов вот меня возмущает факт что когда у нас сотни дельфинов ежегодно выбрасываются на пляже от керчи до севастополя и мы видим эти десятки трупов дельфинов никто не бьет тревогу никто не бьет тревогу о количестве сетей стоящих в море и в которых эти дельфины запутываются и не могут сплыть за очередной порции воздуха и гибнут эту проблему не озвучивают никто не говорит о том что при военных испытаниях которые сегодня там без конца военно эти то подводные лодки то торпедные аппараты со своей акустическими приборами от этого тоже при военных учениях дельфины массово выбрасываются на берег никто не говорит что сейчас в условиях военной террористической опасности на входе севастопольскую бухту какие-то взрывы какие-то там бомбы взрывают через каждый час и никто не говорит как от этого чувствует себя фауна черного моря а тут четыре дельфина человек выпустил а тут трагедия 4 дельфина человек выпустил и так далее молодец что выпустил и порадуемся за этих дельфинов спасибо всем а я все-таки хотела еще один вопрос задать если бы что-то случилось и эти дельфины умерли они бы уже наверно их выкинуло где-то на берег значит они живы конечно дельфины живы они подолгу могут находиться повторяю что это очень высоко интеллектуальные животные и соплеменники могут помогать им добывать корм какое-то время если у них с этим трудности вот поэтому я уверен что они могут вполне адаптироваться в условиях естественной среды и прекрасно существовать пока даже нет папа не пока да отпускай меня кто-нибудь держал на своей голове лапу огромного льва вместо шляп чами с когтями такую огромную лапу льва такой лёвик да тюка тюка микаса ему так хорошо и спокойно когда вы рядом